Рамин Гасимов 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 ждали межгорода вот этого да и не было такого сообщения ну и конечно дедушки с бабушками переживали вот знакомство с азербайджаном было через призму конечно дедушки и бабушки которые мне рассказывали про наш род которые рассказывали про моих предков которые рассказывали про культуру воспитание и так даже скажу были какие-то вещи которые я там делаю бабушка этого нельзя делать это не принято здесь здесь так нельзя я допустим тогда в гости приходили мне бабушка говорит вот мы придем в гости да я тебя прошу ты там много вопросов не задавай а знаете был очень активным таким ребенок много вопрос не задавая девочкам не приставай я говорю ну как то я же хочу с ними играть вот если родители разрешат тогда можно будет понять вот через это да и было определенное знакомство потом бабушка меня возила по бабушка возил нас по святым местам нашим но предки шимахов и древний род и вот через родственных таких отношений через бабушку дедушку через родителей я познал азербайджан да вы знаете это нам я вам скажу опять же это очень важно это очень важно когда родители своих детей везде отправляют таскают обучают показывать чтобы ребенок впитывал себя как губка вот вы представляете я это забыл совершенно да сейчас с вами разговаривают просто в голову у меня есть предложение давайте мы сделаем так мы смешаем воспоминания с новыми каким-то впечатлениями эмоциями и сейчас с вами просто выйдем в путешествие и начнем мы это путешествие с вами с места где в принципе ну наверно очень многие знают что азербайджан это страна огней почему страна огней потому что история говорит о том что зороастризм здесь имел свои очень глубокие корни я думаю что мы с вами сейчас поедем в храм огне покойников а точка где все это начиналось многие тысячелетия назад и оттуда гуляя по боку вы будете рассказывать о чем вы помните я вам буду рассказывать о чем вы помните и вот сделали такое интересное путешествие по боку спасибо за предложение предложение принимается и я вам знаете благодарен за почему потому что будучи в азербайджане но опять же такими наскоками день-два там по рабочим каким-то визитам да это это редко там бывает такая возможность не удается выбраться а вы знаете когда я узнаю допустим от моих московских друзей что они были в азербайджане и поехали в какие-то туры они были в каких-то святых местах они были в древних крепостях они были в дворцах и замках каких-то и знаете я думаю господи откуда они все это видят знают оказывается в азербайджане настолько богатая вот эта культура я это знаю по книгам вот честно я знаю это по книгам да но у меня был шанс допустим когда мы были в габале поехать в древнюю албанскую церковь христианскую первую древнюю албанскую церковь я был восхищен да вот таки я конечно вам благодарен за то что есть такая возможность спасибо на самом деле я с вами абсолютно согласна потому что достаточно часто бывает так что вот мы даже сами мы живем родились в азербайджане мы попали в горное село ханалыб только в этом году а вот и самое интересное то что когда мы ехали туда на машине у нас началась просто буквально вот ну я вам скажу так вот мы с вами находимся в отеле да и посмотрите сколько здесь туристов огромное количество туристов которые приехали изучать познавать историю культуру азербайджана с ними мы тоже учимся и познаем мы продолжаем познавать и учебник а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Свапсика» И вот она идет проще часовой стрелки Слово «Свапсика» – символ вечности Если она идет проще часовой стрелки А если по часовой стрелке – это символ войны Секундочку, если по часовой стрелке, это у нас символ войны, а если против, это символ вечности, символ благополучия. Почему интересно, что здесь же получается, что понятно, что сейчас мы с вами образованные такие люди, понимаем, что Азербайджан страна нефти, газа, но в те же время же не знали, да, и постоянно из-под земли выходит газ. Мне кажется, что мы знаем то, что мы не знаем ничего, потому что я многое тоже читал про зороастризм и зороатуштру, очень много интересного, и вот то, что вы сказали, выходцы ушли последователи этой религии, они ушли в Индию. Вы знаете, я тут узнал буквально несколько лет назад, я не знаю, знаете ли вы или нет, в мире существует такая индийская крупная компания, называется Тата, Тата Холдинг, Тата Компань. Вот я задаю вам вопрос, как вы думаете, имеет ли этот холдинг, эта компания, отношение к зороастризмам? Ну, это владельцы Парса, эта компания. Слушайте, оказывается, здесь знают это, это правда, да, на самом деле так. Еще в Японии есть фирма Мазда, это тоже связано с богом Ахура Мазда, одно и то же, тоже владельцы, тоже зароастрийцы. Самая поздняя постройка нашего храма, маленькая фестивая Келя, которая называется Балахана, вот там оставались приближенцы других религий, гости, почетные гости, так как храм служил только для зароастрийцев. Например, там оставался гостевал Александр Дюма-отец, французский писатель, потом Григорий Гагарин, русский художник, Верещагин, Менделеев, они наблюдали за ритуалами паломников, писали свои разные мемуары там. Это было, при раскопках обнаружили вот этот колодец, да? Шесть лет тому назад. Они вот археолог сам, вот сперва здесь он искал колодец, он никак не мог найти. А человек кто? Идрис Алиев, альтург, значит, ему помогли мемуары Александра Дюма-отеца. Он писал, что когда заходишь, слева есть колодец, который использовали за растрейцы. И храма была построена первой в мире керосиновый завод. Там начиналась своя профессиональная деятельность, известная русская хирургия. Смотрите, получается, что у нас, да, у нас получается, что, вот, это же был газ, да? Это еще, получается, при, ну, сколько, сколько веков назад они уже могли пользоваться этим газом. Да, в 17 веке, в 17 веке, да. В 17 веке, в нашей эры. В 17 веке, в нашей эры, в нашей эры. Да, в нашей эры. Значит, это керосинка разделяется на две части, вот здесь, где лежали животные. Да, купцом, а вот сюда тоже они привязаны, вот эти живор, вот эти ковушки. А здесь вот мы видим макапон купца, который жертв жертвы деньги. Ну, это такой европейский купец, да? В 17 веке, в 18 веке, в 17 веке, в 18 веке, в 18 веке, в 18 веке. До нашей эры. Да, да, до нашей эры. Вот так интересно и познавательно прошел первый день прогулки по Абширону с нашим гостем Рамином Гассенулом. Мы узнали о том, как Рамин сохранил свою привязанность к корням исторической родины, а он раскрыл для себя одну из сокровищниц азербайджанской истории. Впереди нас ждут еще три дня интересных бесед, прогулок и визитов, о которых мы подробно расскажем в следующих сериях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова